22 козы и 24 коровы, а еще гуси, утки, куры и перепелки. Здесь, в деревне Зайцево, Людмила три года назад создала своими силами крестьянско-фермерское хозяйство. Основной вид деятельности, которым она занимается – молочное животноводство. В свое время, когда я начала заниматься, я подумала о том, что козоводство – тоже интересное направление. Я была во Франции, и мне понравилось козоводство, мне понравились сыры, какие там производят. И подумала, что и здесь это будет достаточно востребовано, потому что сейчас у многих аллергии. Не все могут пить коровье молоко, непереносимость лактозы, и тогда козье молоко – оно в помощь. В аренде у Людмилы 14 гектаров земли. По словам предпринимателя, животноводство носит сезонный характер. Но в любое время года забот немало. Сейчас основные силы брошены на заготовку сена на зиму. Со всеми трудностями фермер справляется сама, а еще большую поддержку оказывает государство. Крестьянско-фермерское хозяйство – это форма предпринимательства, которая позволяет привлекать какие-то дополнительные преференции и помощь государству. Сейчас государство реально поддерживает это малое фермерство. Это участие в государственной программе поддержки сельского хозяйства. Это возможность льготного кредитования. То есть я могу приобрести по ставке в 5% оборудование для производства молока. В будущем Людмила хотела бы взять дополнительную площадь под сельхозназначение, а также развивать сельский туризм – одно из важных направлений, которое дополнительно помогает в развитии бизнеса. Екатерина Крамор, Алексей Куренков, телекомпания Одинцова.